Всем привет, кто заходит. У нас сейчас уже второй вебинар. Первый вебинар был в 19 часов. Сейчас ждём всех и мы начнём. Скажите, а вы в 20 часов 02.2020 года загадали своё финансовое желание? У вас было в этом? Если нет, то ещё идёт 20 часов. 20 числа. 02.2020. В общем, это очень крутое. Это просто потрясающе. У меня реально пока все идут. Когда 02 было, магический день, я настолько фигачила по 10, 12, 15 часов. Это просто открыт был канал. Ко мне столько присоединилось новых партнёров. Такие классные, просто нереальные. Поэтому во что вы искренне верите, то и у вас и случается. Поэтому сейчас идёт магический сегодня день. Он ещё не закончился, как минимум до 12 часов. Поэтому я вам всем желаю исполнения ваших желаний. Вот. Сегодня будет очень интересная такая тема. Это одна из моих любимейших тем. 22 часа, но ничего страшного. 22 тоже двоечки присутствуют. Это моя самая-самая-самая-самая любимая тема. Это уход за лицом. И у меня большой опыт в индустрии красоты. Более 20 лет. И то, как моя кожа выглядит сейчас, это результат заслуги многих лет. И плюс в этой индустрии косметологии, косметики я изучаю. И постоянно смотрю. Реально не прошло, наверное... Но если взять неделю, взять дня 4, да, это я точно посвящаю углубленному изучению. Либо это макияж. Я смотрю американских блогеров. Или это что-то, фишки по уходу за лицом. То есть это моя индустрия. Вы не можете быть специалистом, каждый везде, да. То есть вы выбираете свою нишу. Я думаю, что вы, ну, кто-то у нас с разными профессиями, да. Вот это моя индустрия. И, кроме того, с компанией Reflame мы путешествовали. И очень много. Это уже более 10 стран мира, где и я выступала. И нам лучшие специалисты мира рассказывали все, что касается бьюти-индустрии. Поэтому большой-большой собран опыт. И если кто был на моем вебинаре, да, ой, о прямом эфире, вот мы рассказывали про финансовый анализ, да, и так далее, да. Все, что касается, все, что бы я ни делала, я все смотрю с позиции цифр, с позиции эффективности. Вот. И сегодня у нас будет такая тема, да, очень интересная, что 20% женщин, ну, сейчас немножко, сейчас гораздо круче. Это я могла вообще вот прям железобетонно говорить. Сейчас как-то мы все уже обучены, мы все умные, но второй момент. Мы практически все знаем, но мы не делаем. Это, знаете, вот как все прекрасно знают, чтобы постранить, нужно две, да, это двигаться и не жрать. Но, тем не менее, мы все знаем, но мы это не делаем. Так же, как и здесь, в уходе за лицом, мы это знаем, вы слышали, но здесь немножко другое. А вот последняя неделя, вот на последней неделе, вот то, что мы будем, да, или последний месяц, вот мы делали вот то, о чем мы сейчас будем говорить. Вот, понимаете, знать и делать это разные вещи, поэтому я вас попрошу взять листочек бумаги, да, а нам потом понадобится калькулятор, ручка, и мы будем записывать. У нас будет 10 тем по уходу за лицом, 10 самых главных ошибок. И каждый блок мы будем вот прям вот, будем анализировать, да, и вот прям жестко себя оценивать по 10-бальной шкале. Потом мы с вами все это суммируем, и каждый найдет свой процент эффективности, насколько он последний месяц правильно и эффективно ухаживал за своим лицом. Потому что если мы сейчас не будем говорить о каком-то конкретном бренде, какой-то серии, да, и так далее, потому что неважно, какая что, компания, главное понять принцип. Потому что любое средство может, ну, можно увеличить эффективность в несколько раз. Так же, как и любым средством мы будем это разбирать и делать преждевременное старение. Так вот, надо разобраться, просто понимание вот этого всего, и тогда вы уже по-другому будете относиться к разным процедурам. Вот. Я также подготовила слайды, поэтому просто периодически буду вам их показывать, да. Вот. А, например, что 80% возрастных изменений кожи, мы на это можем повлиять. Никакая не генетика, а именно мы с вами, да, мы разберём, почему же кожа стареет, какие факторы, да, пробежимся. Вы знаете, не буду читать, что влияет на преждевременное старение, да, и мы с вами, да, пробежимся. Что это? Это солнечные лучи, плохая экология, неправильное питание, курение, стресс, перепад температур, сухой воздух в помещении. Ну, как бы мы не совсем можем, на что-то можем влиять, на что-то не можем, да. Вот. И вот наша тематика как раз-таки будет, да, это моя любимая. Почему 80% женщин ухаживают за кожей так, что это приводит к преждевременному старению? Косметические средства у 80% женщин работают только на 30-50% от настоящего эффекта. И как увеличить эффективность используемых вами средств как минимум в два раза? То есть после того, как вы пройдете, с вами пройдемся этот тест, вот все ваши стюбики, которые у вас лежат, они будут у вас работать как минимум в два раза эффективнее. Вам это интересно? Вот то же самое, что у вас есть. Вот есть оно у вас, но это будет работать по-другому. Это то же самое, как сравнить бюджет и тут же люкс. То есть у вас уровень бюджета и сразу бах и люкс. А в принципе эти баночки не поменялись. Главный принцип. Хорошо? Мы с вами вот это сегодня будем разбирать. Вот. Этот тест я сделала очень уже давно. И он как бы очень многие, кто начал применять вот эти, понял вот эту фишку, да, они говорят, блин, вообще кожа совсем другая. Я вроде бы тоже те же самые баночки. А работает все по-другому. Ну, во-первых, мы сейчас первый, вот если мы берем уход за лицом, да, ну, во-первых, смотрите, лицо у женщины, оно, видите, какое красивое, да, лицо женщины у нас начинается не вот тут, а вот оно у нас, какое красивое женское лицо, понимаете? Поэтому все процедуры, которые мы делаем по уходу за лицом, они у нас должны быть вот так вот, да. Поэтому если вы крем наносите вот так, вот так, значит, вот сразу себе бац и урезайте половину вот ровно баллов. То есть если вы маску делаете вот так, то, ну, кроме там тканевой маски, которая здесь, хотя, если вы берете тканевую маску, вы должны потом остатками полностью свое лицо проработать. И никогда у вас не останется лишнего жидкости, потому что вы наносите на все лицо, а не только на вот это, да, потому что вот эта кожа, она тоже стареет. Вот, так, вот первый пункт, да, это очищение, это самая-самая-самая грубейшая ошибка преждевременного старения, да, вот мы сейчас будем разбирать, мы сейчас полностью пройдем по очищению, потому что это самое-самое важное, потому что и именно это дает преждевременное старение. Ну вот у нас, конечно же, были те времена, когда женщины умывались мылом. Ну, я думаю, что сейчас у нас женщины грамотные, умные, понимают, что самое дешевое очищающее средство – это лучше, чем мыло, потому что это сразу. Если вы берете еще, ну, есть до сих пор там, когда вот я буквально сколько там, полгода назад мы встречались с девочками, общались в кружке, я говорю, давайте только по чесноку, да, ну, как бы ничего страшного, если это вы там признаете, будет, ну, главное нам разобраться, да, и такого не повторять. И говорят, ой, а мыло же лучше очищают, поэтому я пользуюсь мылом там, да, в какой-то и так далее. Я просто объяснила это, понимаете как, это разрушает водно-липидный барьер кожи. И я сразу такой вопрос мне, скажи, а у тебя чувствительная кожа, у тебя есть, вот тебе трудно подобрать крема, у тебя есть аллергия на что-то? Она говорит, да, а ты откуда знаешь? Мыло, мыло. И если не сейчас, то через полгода, через год, если ты только разрушишь водно-липидный барьер кожи, то это просто пипец. Тебе нужно как минимум полгода, чтобы эту кожу восстановить. Я вам расскажу о своей грубейшей ошибке, которая вот сейчас я поплатилась, хотя это об этом знала, но это не замыло. Да, думаю, если вы говорите, вы смотрите, первый блок, если кто-то умывается мылом, ну, вы узнали, да, вы знали, что типа нельзя, но умывайтесь, сразу ставьте минус 5 баллов по этому пункту, и все. Да, теперь будем подробно рассказывать, да, об очищении. Первое, там, сначала просто про глобальность, да, вот себе отмечайте, что, сейчас я покажу, да, как часто происходит очищение кожи. Не всегда, только когда нанесен макияж, ноль сразу баллов, один раз в день только снятие косметики, 4 балла, два раза в день, но бывает пропускаю, бывает пропускаю 7 баллов, и всегда два раза в день 10 баллов. Но это как бы, это, знаете, это так вот, условник, это вот шатка-ветка как бы, но, понимаете, очищать лицо, это просто вот сейчас это настолько пошел культ, это вот, если это вот раньше, вот нам 10 назад, я вот так оценивал. Но сейчас, девочки, очищение у нас бывает разное, у нас есть обычные очищающие средства, есть молочко, и вот, вот, очень, вот, классно, вот, я очень люблю смывать вот именно из глаз все, чтобы все смывалось вот такое вот, типа как Ферри, раз и все смыл. Это, конечно, классно, комфортно, но это пипец вашей кожи, есть, конечно, она не жирно комбинированная, она иссушается, она разрушает водно-липидные, говорят, чем старше вы становитесь, тем гибороннее оно должно быть ваше очищение, потому что вы, она истончается, тоньше становится кожа. Поэтому, вот, конечно, можно и одним средством все умыть, замечательно, все вот берете, вот, либо такой, ну, образно, да, раз и смыл, вот, оно вот прям, знаете, вот, прям аж до скрипа. Это, с одной стороны, хорошо, здорово, но это не показатель, что это средство классное. Есть средства, которые, которые, которые вот такое, знаете, вот есть средства, как очищение два в одном, вроде бы и можно и без тоника, но в то же время вы видите, что вот чего-то прям еще не хватает, не до конца. А у нас есть еще волшебная такая салфеточка, который там, или, ну, прям, диск, вы протираете и смотрите, что еще косметика осталась. Вот если вы вытираете, еще косметика осталась, значит, нужно очищать. И вот есть средства, которые, они, вроде как, сказать, похоже, ой, оно не до конца работает, но в то же время оно, понимаете, принцип такого средства, главное, не убить кожу, не навредить, и чтобы ваша кожа оставалась как можно дольше молодой. Вот, а если вы используете, есть такие средства, например, очищающие, которые в ванной комнате стоит у меня, у меня, например, сейчас угревая сыпь пошла, там, расскажу об этом, кто еще не знаком, да, я просто убила свою кожу, разрушила, ну, расскажу, что. И я вынуждена сейчас пользоваться серией против угревой сыпи, просто проблемной. Но такой серии ни в коем случае, там оно, знаете, такое сильное, да, ни в коем случае глаза смывать нельзя. Поэтому, по идее, всегда у вас, если вы берете очищение, должно быть специально очищающее средство, проверено дерматологами для глаз, чтобы не повредить. Потому что, что выдает, прежде всего, возраст женщины, где морщинки у нас, вот здесь, это самая-самая тонкая кожа, поэтому специально для нее должно быть очищение. Ну, как бы так, принцип, да, вот. И еще у нас очень любят девочки мицеллярку. Но очень часто, преждевременное старение идет, да, тоже кожа, это когда вы мицеллярку не смываете. Очень многие у нас думают, ой, а я люблю умываться, да, втаймологами, правильно, не дерматологами, ну, я могу заговариваться всегда, это твоя фишка. А не очищают еще водой. Все, все, все нужно абсолютно смывать. Поэтому просто блок очищения, вот, а есть у нас сейчас такая вот фишка пошла, как бы, действительно, вот, самый крутой уход сейчас. Это, вот, азиатский уход, они вот настолько все щептильно продумали, это когда-то реально вот заморочно, это больше, но это более эффективно. Когда вы вначале очищаете лицо при помощи гидрофильного масла, масло наносите, делаете, и прям все хорошо, и одновременно вы делаете массаж, массаж лица. То есть, соответственно, ваша эффективность ухода, когда вы подготовили кожу, и еще одновременно сделали массаж, то есть, ваши крема, сыворотка, совершенно по-другому эффективность следующих средств возрастает, понимаете, но это опять же таки время, и насколько эффективно. То есть, у вас это средство стоит, но используете ли вы его, да, после такого средства обязательно рекомендуется любые средства, даже гидрофильное масло смывать. Написано, что можно смывать, а можно не смывать. То есть, вы предполагаете, что часть очищающих средств у вас осталась на коже, а вы потом запечатайте сывороткой, кремом, и это все останется. Поэтому, после мицеллярной водички очистили, и нужно всегда смывать ее водой, любую мицеллярку. Любую мицеллярку нужно смывать водой, вот, она круто очищает мицелла, а не притягивает вот так вот, все-все-все-все, и потом нужно смывать. А гидрофильным маслом, ну, если оно, если это гидрофильное масло, предполагает, да, если, смотрите инструкцию, можно или нельзя, обязательно у каждого средства есть написано, да. Вот, после вот такого гидрофильного масла вы очищаете, я, например, вот этим гидрофильным маслом я не смываю, то есть, я его, вот, мне как-то чуть-чуть попало в глаза, мне было очень дискомфортно, поэтому после этого я вот таким вот средством, видите, вот, чуть-чуть его осталось. То есть, вы сами решаете, и вот, смотрите, давайте вот по чесноку, вы подумаете очень хорошо, каждый себе, и то, что у вас есть, понимаете, вот сейчас мы будем, у вас уже есть косметические средства, насколько эффективно вы их используете, оцените по 10-ти бальной шкале. И вот давайте еще раз, вот, ну, это так, условно говоря, вот, да, сделайте так, а, вот еще один важный вот момент, который я рассказала, ну, как бы, это, наверное, как бы предполагается, но еще сейчас расскажу. Этот пункт будет один из самых важных, потому что у нас еще многие девочки, когда они просыпаются с утра, они умываются прохладненькой водой, и все, и там кремик нанесли, и все, зачем очищать еще при помощи очищающего средства еще и утром. Скажите, вот, есть такое, или бывает так, что, ну, некогда быстренько умылись, и все. Так вот, смотрите, если вы не очищаете лицо утром при помощи очищающего средства, то у вас это то же самое, что вы оставили масло, масло, ну, это пример уже старый такой, он уходит, да, масло, прогорклое масло, оно осталось при комнатной температуре, вот это вот все, тем более, когда вы спите с подушкой, пыль, грязь, это все начинает у вас разлагаться вместе с порами, с бактериями, со всеми вот этими, и вы сверху прохладненькой водичкой, вы же масло, например, вашу сковородку, вы же, наверное, чтобы прямо, если масла много, туда капаете ферри, чтобы смылось, холодненькой водичкой же масло не смоется, так вот принцип такой, вот это вот прогорклое, грязное масло с бактериями, с этим орговевшим слоем, вы просто запечатываете, запечатываете тональным кремом и так далее, и, соответственно, это идет преждевременное старение, то есть вот этот момент очень-очень важен, который пропускают многие, то есть не очищают лицо еще и утром при помощи специального средства, который расщепляет вот этот вот жир, мертвые клетки, это вот один из самых вот главных таких вот моментов, поэтому давайте еще раз просмотрим, да, пункты, оцените себя сами, вот, а как часто происходит очищение кожи, вот, мы пока очищение берем, не всегда, только когда нанесен макияж, один раз в день только снятие косметики 4 балла, всегда 2 раза в день, но бывает, когда пропускаю 7 баллов, всегда 2 раза в день 10, но еще, опять же-таки, ну здесь бы я немножко подразбила бы, еще добавила бы такое, насколько эффективна ваша система очищения, да, насколько она качественно исправляется с вашей работой, ну вот здесь вот условно, как бы я бы здесь прям вот прям зарезала бы себе много баллов, если что-то не так, угу, вот, а второй, давайте разберем следующий блок, это у нас идет тоник, у нас уже проговорили, мы поговорим по поводу тоника, тоник очень важен, во-первых, ну, я не буду перечислять свойства тоника, все, вот, честно говоря, когда вот в компании выпустили средства 2 в 1, типа а-ля и очищение тонизирования, это вот, знаете, вот, мне кажется, это для ленивых, которые вот, ну вообще, как бы, у нас очень многие женщины, так как вот некогда, бац, и тоником не пользуются, и вот как бы так, да, вот, поэтому я люблю, чтобы все средства были обязательно с тоником, вот 2 в 1, и я иногда даже вот эту вот очищалку, умывалку, я могу утром оставить вот это вот, да, а вот вечером обязательно с тоником, во-первых, когда вы вытираете с тоником, да, тоником в 1-м диском, вы видите, в каких зонах у вас еще остался, особенно если вы девушка, которая пользуетесь косметикой, да, много у вас заикать и со связью, ну, ничем не могу, вот, ну, понятно, тоник освежает, вот, но, а вы знали, что, доказано корейскими, корейскими косметологами, так, сейчас немножко отвиснет, хорошо, корейскими косметологами доказано, что нужно использовать тоник в течение 3 секунд, вот 3 секунды прошло, после того, как вы умылись, у вас есть от 3 до 15 секунд, смотрите, за 1 минуту, у вас влага, кожа теряет 60% влаги, смотрите, за 1 минуту, после того, как вы умылись, кожа теряет 60% влаги, и поэтому у вас есть от 3 до 15 секунд, чтобы протереть лицо тоником, запечатать и перейти быстренько к следующей процедуре, если вы не успели, вы обратно умываетесь и начинаете протирать лицо тоником, это вот корейские косметологи рекомендуют, а корейцы, вот вообще корейская косметика, да, ну, вот она как бы так, но, еще один момент, да, это принцип, когда мы были в Токио, 2 года назад компания нас пригласила, мы там были, мы нашли девушку Ги, да, которая нас везде возила, и она, у нее высшемедицинское образование, раз, плюс она работала в косметологии в Японии, и у нас была, да, мы очень хотели взять с собой лучшее что-нибудь, да, мы набрали этих масок японских, много всего, плюс БАДов там еще взяли, которых у нас в России нет, и вот когда мы сказали, а расскажи нам, а вот что такое вот прям взять косметика, потому что, ну, мы сами знаем, корейская косметика, она крутая, японская, да, как бы оттуда, с Азии идет, там у них, там, 12-ступенчатый уход, да, у них такое понятие есть, как тканевая маска 365 дней, то есть каждый день у вас есть какая-то тканевая маска, обязательно для лица, чтобы увлажнить, они увлажняют, 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 так вот, у них правило тоника, вот от 3 до 15 секунд быстрее протерли, чтобы увлажнять, и дальше степ-бай-степ постепенно, но она сказала такую вещь, когда мы спросили, какую самую классную систему ухода, она говорит, поймите, что у нас есть 3 типа кожи, это афроамериканская, это азиатская кожа и европейская, так вот, азиатский уход, как косметолог, я вам скажу, говорит, не подходит для европейской кожи, там немножко другая кожа, другая направленность, и если взять даже нашу компанию, да, косметику, то у нас для европейской кожи есть серии одни, а для азиатской есть даже другие, которые специально, ну, выпускаются, они в Китае, да, выпускаются, и они только на китайском рынке, там против пигментации, они больше отбеливающие и так далее, и она говорит, есть и брать, есть японские, которые адаптированы и туда, и сюда, например, эскицу, да, и вот тогда от неё я узнала, что такое эссенция, она настолько вкусно рассказала, что такое эссенция, что это бум, и говорит, ну вот эссенция, да, вот такая-такая, я говорю, всё, я её хочу, я хочу эссенции, там, пребиотики, как они влияют, что вот у нас, например, есть полезные и вредные бактерии на коже, для того, чтобы полезные бактерии увлажняли, поддерживали гиалуронку нашу, вот всё, вот прям каркас кожи, нужно подпитывать наши бактерии, для этого есть эссенции с пребиотиками, да, она рассказала, говорит, я всё хочу, я говорю, а сколько это стоит, вот ладно, говорит, ну бренд, вот такой-такой-такой-такой-то, эскицу, говорит, самое прикольное у нас такое идёт, и во сколько, говорит, ну 14 или 15 тысяч, только одна эссенция стоит, и когда она перевела, говорит, ну а вы сами должны понимать, что очень хороший, крутой уход стоит дорого, и плюс в Японии это нормально, вот столько-то тратить денег на уход за кожей, мы такие-таки, да, ну ладненько, чё у вас там какие дешёвенькие масочки были, да, и вот как бы вот такой момент, и когда у нас пошёл вот эссенция, вот такой в компании пошла, конечно же, первая вау, да, вот они как раз-таки с пребиотиками, всё, ну и как бы я не стала даже в Токио как раз-таки покупать, но вот как бы вот эти вот моменты заложились, да, и опять же-таки, если вот, например, есть, смотрите, у нас есть первое, тоники, есть тонеры, и есть эссенции, тонер это что-то вот между его тоже, как в принципе эссенция есть, но я думаю, что у нас в компании тонер тоже появится, а то, ну, тоже можно, например, эссенции, так же, как вместо тоника, там, например, очищающие средства, потом вы тонер, эссенцию делаете, но эссенция, в отличие от тоника, она имеет маслянистую текстуру, она впитывает, здесь идёт гиалуронка, она больше запечатывает влагу, и она маслянистая, поэтому вы можете увеличить эффективность вашего ухода, я сейчас говорю, вы можете любого другого бренда взять эссенцию, что, например, вы с гидрофильным маслом делали мыльный массаж себе, когда умылись, одновременно прям хорошо промассировали по всем зонам, да, сделали, не буду говорить как, потом как-то видео свое выложу, как я делаю массаж лица, раз, массаж, а второе, когда вы, например, эссенции делаете, да, тот же, ну, либо тоником протираете лицо, потом эссенции, когда вы массируете немножко другая текстура, всё, тонер у меня высох, ой, эссенция высохла, всё, тонером, кстати, тоже можно сделать, они немножко маслянистую текстуру имеют тонер, вот, а то всё у вас немножко по-другому, потому что когда вы будете следующие накладывать продукцию, там, например, сыворотку или крем или бустер, да, то эффект будет от этих же средств другой, ваши поры раскроются, лимфодренаж, вот это вот, да, вот запустите, запустите циркуляцию крови совершенно по-другому, то есть эффективность совершенно по-другому, как правильно пользоваться, я вам рассказала, у меня есть отдельное видео, где я подробно рассказываю про эссенцию, да, вы можете в директ мне напишите, я вам скину ссылочку, да, чтобы вы не искали, так, так, тоник, так вот, в тоник, да, прежде всего, вот это вот тонизирование, подготовка перед кремом, там, неважно, эссенция будет и так далее, либо тоник, он необходим, то есть если вы не используете вот это все, то ваши средства, да, например, какой-то там супер-пупер, вы покупаете дорогущий какой-то крем, ну, неважно, какой крем, да, вы покупаете, 50% эффекта, вот нету вот этого этапа промежуточного, вот этот крем стоит 5 тысяч, а срезаете напополам, значит, эффект 2,5, то есть вы уменьшаете, да, да, минимальные, вот, ну, вообще, как бюджет-бюджет, то есть не работает, то же самое, вот, понимаете, вот этот пункт, убираем, все, не работает, не работает, так, вы выбросили ваши деньги, вы вашу люксовую косметичную, неважно, кто чем там пользуется, понятие, да, этот момент, так, и вот здесь мы оцениваем вот этот вот момент себе, да, как часто вы пользуетесь тоником, 0, не пользуюсь балом, тоник есть, но пользуюсь иногда от случая к случаю, то есть, ну, давайте чуть-чуть по чесноку себе оцените, да, это всегда после очищения кожи специальными очищающими средствами 2 раза в день 9 баллов, и всегда после очищения кожи, а также после масок и скраба 10 баллов, особенно после масок, скрабов, ну, имеется в виду масок не тканевой маски, а вот таких вот масочек разных, там, например, там, мы еще, кстати, поговорим, что, например, это будет отдельная фишка про, например, маски с глиной, если передерживаете буквально минуту, вы можете сделать преждевременное старение, маски с глиной очень опасны, как эффект положительный, так и отрицательный, любой маской с глиной, об этом поговорим с вами, смотрите, оценили, то есть, нам нужно очистить лицо, запустить тоник, увлажнить и удержать влагу, окей, да, можете, пожалуйста, вот сейчас вот оценить, пожалуйста, вот как вы, с тоником, что у вас происходит на этапе тонизирования или эссенции, вот, ну, эссенции, это, конечно, это лучше, это более высокий уровень, напишите, пожалуйста, как вы оцениваете второй пункт тонизирования, у вас кто? 0, не пользуюсь, тоник есть, но иногда случай к случаю 2-5 баллов, будьте честными, то, что сегодня, это сегодня, то, что будет завтра, это завтра, то есть мы оцениваем последний, например, месяц, да, насколько есть, мы никогда не ждем, пока тоник высохнет, мы сразу наносим следующий, следующий, как можно быстрее, следующий, следующий этап, это только эссенции, эссенции, она маслянистая, эссенции, она масляница, и в это время вы можете сделать хорошенечко массаж себе, да, то есть пока вот, вот, у меня высох все, пока маслянистая текстура идет, хорошо, вот, так, далее, следующий момент, вот, очень-очень важен, это вот у нас пошли скрабики, скрабики, вот здесь скрабирование, да, у нас скрабирование есть, как механический пилинг, всякие скрабики, так, энзимные пилинги есть, это, мы понимаем, что механическое скрабирование, вроде как, очистили, все замечательно, все хорошо, энзимный пилинг, это ЭЧЭБ, ячеев кислоты, которые воздействуют на кожу путем расщепления, то есть они, вот это поверхностное слово, вы наносите минут на 15-10, в зависимости от того, насколько энзимный идет пилинг, вот, и они расщепляются, вот этот вот клей, который между, между, соединяет нашу кожу, ЭЧЭБ, ячеев кислоты, они расщепляют, и потом вы снимаете, это щадящий уход. Вот, скрабирование, это более, он больше травмирует кожу, также именно энзимные пилинги лучше, когда высыпает, например, да, такие мягкие, если высыпать, то ни в коем случае нельзя пользоваться скрабированием, вы можете разнести, но еще вот самое офигительное, вот то, что мне нравится, это вот как, знаете, как салонная процедура, вот есть, например, вот такие вот скрабы, которые, там, например, крутятся туда-сюда, 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 и они, они сильнее травмируют и царапают кожу, причем, смотрите, щеточка, вот в идеале должна щеточка, ну, не более полугода у вас быть, потому что на микро уровне щеточка, она у вас стирается, она колкой, она растрескивает вашу кожу, очень травмирует, то есть вот такие щеточки нужно заменять, обязательно заменять, кроме того, если у вас было высыпание, и там остались микробы, и где-то они высохли, и вы повторно делаете, вы можете разнести заразу, как, в принципе, вот у кого вот проблемная кожа, то есть я все вам расскажу, а что такое угревая сыпь, и пипец как с ней бороться, начиная от подросткового возраста, заканчивая, вот мне уже сорокет, и в сорок лет эти прыщи, не знаю, я бабуле, наверное, буду, я вот эти прыщи и в сорок лет буду выдавливать, ну, у меня такая кожа, вот, и у мамы такая же кожа была, это у нас генетическая, так вот, как действует вот здесь, там сколько-то 25 тысяч вибраций в минуту, то есть вот оно, видите, как вот, оно вибрирует, то есть что оно делает, оно вот так вот просто дотронулись, и вот это бррррр, и потихонечку у вас шлифует, шлифует, вот как вот вы пилочкой для ногтей делаете, вот так вот, не надо возить, ни в коем случае нельзя вот так вот очищать, ни в коем случае, вы делаете преждевременное старение, вот как можно, вот только чуть-чуть вот докоснулись, вот так, вот так, и чуть-чуть медленно ведете, и вот как пилочкой для ногтей, вы берете, вот видите, вот так вот подпиливаете, да, то же самое у вас идет полировка кожи, если вы будете чуть-чуть надавить, вы сделаете преждевременное старение, вы растянете кожу и так далее, это легкая полировка 25000 колебаний в минуту понимать и аппаратом для очищения нужно пользоваться правильно понятно почему вот 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 именно чуть-чуть да то есть вы очень медленно вот на самом-самом вот легко касаясь 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 понимаете да также здесь есть например массаж насадка которая делает массаж когда вы там тоже вот эти вот микроколебания когда вы очень медленно ведете она вибрирует 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 другая насадочка и выпало по массажным линиям вот так наверх подтягиваете делаете вот такие гаджеты они помогают поэтому вот такие аппараты да это просто инвестирование это салонная процедура это у вас не будет тут забитых пор точек а пилинг два-три раза в неделю да 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 за неделю вот принцип пилинга это вы знаете вот давно старые старые еще вот этого ну скажем пример да когда мы говорим про ковер да мы всегда рассказывать про ковер да представьте что у вас там ковер с ворсом до что произойдет есть супер дорогой крем нанести на ковер он проникнет в основании уважив принципе коллагена волосиновые волокна то здесь нет он останется на поверхности что нужно сделать чтобы крем пошел в ковер нужно как минимум этот ворс убрать что идет происходит дальше опять же таки опять же таки а вот у нас с вами чем старше мы становимся тем больше плотнее скукоженные особенно если сухая кожа там где-то как-то вот слой который вот скукожен да вот такой нам нужно его расчищать убирать и вот как раз таки даже энзимные пилинги хотя бы говорит ой что ты вообще ничего не почувствовал от интимного пилинга нет ребята он на микро уровне у вас эти мертвые клеточки энзимные пилинги убирают да вот он мягкий идет мягкий чтобы не навредить поэтому сейчас косметологии очень делают наоборот как можно больше таких мягких щадящих процедур они так что вы идете сразу в какой-то космический кабинет вам дело чуть ли не ожог лица у вас потом как вы как змейка шкуркой облазить и области ну как бы может быть это есть хорошо но потом я знаю после этого если вы чуть-чуть попала хоть отражением солнышка у вас пигментация потом вы еще лечите кожу кожу полгода то есть нужно как бы вот понимать и вот мне нравится почему я всецело говоря и компании потому что чтобы разработать серию компания тратит 7 лет 300 ученых 7 лет работают над тем чтобы разработать формулу эффективного ухода если они что-то разрабатывать если где-то что-то не понимаете это вы просто не понимаете вот таких вот этих маленьких моментов нюансов и ячейки слоты энзимный пилинг славы и клетки растения и так далее много всяких изофлавонов как они работают нам и так далее да вы этого не знаете вот просто как бы нужно понимать что нужно просто слышать и читать аннотации внимательно что написано так вот кроме того когда мы запускаем пилинг или вот такую регенерацию и вот особенно девочки у нас в возрасте постарше вот есть нас девочки 40 плюс возраст или плюс минус так вот смотрите такая фишка вот я вам рассказывала а как-то общаюсь с женщиной мамочка модельном агентстве у нас как бы дети занимаются она ведь я одна она косметолог и она делает уколы красоты она говорит что я не верю в уход за лицом при помощи косметических средств но я верю в процедуры уколов то есть она это эффект классный и так далее да хорошо а почему ты не веришь почему-то не веришься с тем что крема могут реально работать что крема с массажем правильный вот когда все разобрать все это да почему не веришь хорошо ну как как минимум до крем должен работать минимум цикл 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 клетки кожи ну вот например цикл клетки кожи сколько дней и она такая раз я еще раз я поняла что она не поняла вопросы хорошо у нас есть клетка кожи она имеет при определенный цилк с момента когда она рождается она двигаясь к поверхности отмирает сколько дней цикл клетки кожи а не осмотрел нет при этом она до этого говорила что у нее есть медицинское образование человек который колет уколы ни хрена не знает сколько есть цикл клетки кожи это как и этот человек который не верит в уход конечно же не верит выход то есть она элементарном в понятия не знает то есть я уже не говорю о том что там это к косметолог на одну эту образную хорошо давали утрированно да есть тебе по 30 лет то есть примерно цикл клетки кожи 30 дней если тебе 40 лет до примерно цикл клетки кожи 40 но это условно да Если тебе 60, то примерно плюс-минус 50-65 цикл клетки кожи, в зависимости от возраста. И этот цикл клетки кожи мы тоже с вами можем сами варьировать. То есть смотрите, у меня есть такая фишка, что вот это ваша мёртвая кожа, вот этот слой, и отсюда, двигаясь клеточки к поверхности, они двигаются, вот сейчас я их нарисую, и они отмирают. Вот здесь, например, цикл клетки кожи 40 дней. Если вы снимаете постоянно, регулярно щадящий вот эти вот цикл клетки кожи, кожа офигевает и думает, что же происходит, и она запускает быстрее вот этот цикл. Понятно? Если вы процедуру очищения тщательного не делаете регулярно, то у вас этот цикл клетки возрастает. Это элементарно. Это вам, по идее, должен рассказать человек, который, ну, как бы косметолог, кто вообще с этим связан. А она этого не знает. А также, как я, например, хожу к специалистам, вот, например, у меня девочка, она делает массаж, она обучает массажистов, которые делают массаж, она их обучает, как правильно делать массаж и себе. И она говорит, это просто сейчас кошмар, когда люди по 5-7 лет колются, приходят, что у них происходит, потому что каждый укол он, ну, и начинала, она рассказывала мне, говорит, это не, ну, и вот она делала мне массаж, и она рассказывала о таких последствиях, особенно нити, как они вылазят. Да ё-моё, девочки, ваши ручки массажной линии вы можете себе сами прорабатывать, да, плюс ходить периодически к косметологу, который будет сам отрабатывать, делать массаж, потому что, ну, это надо, это по поводу того, знаете, я вот записывала видео, как часто делать массаж, да, вот как часто, это примерно то же самое, вы идёте в тренажёр и качаете 10 дней жопу, жопу, там, планку делаете, 10 дней курс сделали, и потом такие, опаньки, всё, ну, что произойдёт дальше? Ну, вот примерно то же самое с кожей, то есть нужно понимать, что это всегда, это каждый день уход правильный, а не раз в неделю покачать, и потом, типа, вы будете красавица всегда. Не бывает такое всё. Вот это называется эффективность ухода, понимаете? Уход одними и теми же баночками, и думая, понимая, как что работает, вы поднимаете это. Поэтому сейчас вот блок, я думаю, что вы поняли сейчас, насколько важно у нас скраб идёт, да, и очень много всего, ну, вот так вот в целом, да, насколько вы себе ставите скрабирование, да, не пользуйтесь скрабом от случая к случаю, один раз в неделю 7 баллов и два раза в неделю 10. А можно ещё даже, если у вас жирная кожа, это три раза в неделю. Три раза в неделю это жирнючая у вас кожа, вот её вот нужно вот убирать. Но это по состоянию. Сухая кожа раз в неделю. Пожалуйста, оцените вот этот момент и тоже, насколько вот, может быть, здесь подрезать себе даже баллы, вы сами себе оцениваете, вот насколько эффективно у вас вот скрабирование, насколько у вас вы реально работают, вот, ну, вот я говорю, что можно увеличить эффективность, да, какие, энзимные пилинги, какие у вас скрабирования, есть, а, маски, да, масок мы ещё дойдём, да. Я вам рассказываю лишь поверхностно, сколько всяких ещё нюансов есть, сколько всего, но мы не уложимся тогда с вами эфир, мы вот только три ошибки разобрали, да, уже там 40 минут, вы понимаете, да. Но зато это вы, те же самые баночки, они будут лучше работать, когда вы их достанете, да, вы будете понимать. Хорошо, следующий момент. Ну, вот здесь мы сейчас побыстрее пойдём, уже не так. Это вот у нас будет крема, крема для век. Знаете, прям вот расскажу вам. Мне женщина, вот ей, наверное, 40 лет, не, 43, наверное, вот так вот, да, она едет на море, говорит, Ир, вот что мне такое взять, какой мне взять крем, вот, чтобы вот не перегружать чемодан, ну, понимаешь, там вес обратно, шоппинг, в смысле, как крем. Ну, один какой-нибудь крем, дай мне, какой взять? А я говорю, а ты пользуешься кремом для век? Она говорит, нет. Девочки, что стареет прежде всего? Что стареет прежде всего? Это у нас веки. Также, опять же, насколько правильно кремом, да, пользоваться? Им нужно только маленькую-маленькую. Вот мне говорят, вот, я вот крем для век, я встаю, и вот такая, как будто бухала там, подбухивала, да, в зависимости от того, как вы наносите крем, и он вам либо работает, либо вы как будто подбухали, да, маленькая-маленькая-маленькая капелюшечка, рисовое зернышко наносите, только безымянными пальчиками. Ну, я думаю, что все это знают по орбитальным складочкам, как вы массируете, как, насколько это всё делаете. Так, надо на ручке всё. Да, я думаю, но здесь главное понять, что если вам 23-25 лет, всё, с этого дня и утром, и вечером у нас идёт крем, да. Давайте вы сами себя оцените и напишите, да, здесь вот насколько вы не пользуетесь, да, но иногда не используешь, уж такое бывает, да, всегда два раза в день 7 баллов и всегда перед нанесением крема из сыворотки, да. Вот здесь тоже очень важный момент, а некоторые покупают, да, я вот там, чё, я вот там, у меня крем, и вот вообще я сюда нанесла, и вообще всё прекрасно. Нет, ребятки, кожа здесь тоньше, раз. Во-вторых, вот подумайте, формула крема, вы сами понимаете, она более плотная, и когда вот в следующий раз подумать, что нанести прежде всего, крем для век или крем для лица, вспомните, что крем для век, он тоненький, легче, и он должен прежде всего попасть. Если вы нанесёте сначала крем, то он закупорит, да, он более плотный, и ваш крем для век не проникнет через него. То есть сначала вам нужно крем для век, чтобы не наславить, а потом уже крем, понятно? Крем для век сначала, а потом вот так. Либо сначала идёт, по идее, крем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, я вам кое-что сейчас скажу. Представляете, это я с другого телефона. Это я с другого телефона. У меня мой телефон, он просто-напросто с того телефона, он перегрелся, и поэтому прямого эфир не сохранён. Прямой эфир, представляете, всё, что мы с вами проговорили, это ничего не сохранилось. Представляете, как обидно. Он, этот телефон, он даже не может ничего сделать. Сейчас, подождите, поделиться, сохранить. Ай, подождите, если я сохраню прямой эфир, а-а-а. Я стараюсь сохранить прямой эфир. Сейчас все заходят, да, потому что я думаю, что ваша информация вам нужна, была какая-то полезная, вы хотя бы что-то интересное взяли. Поделиться в истории. Вроде как. Вот как хорошо, когда у вас есть два телефона, и вы можете либо с одному, либо с другого, да. Так, ну, вроде что-то вроде бы у нас было, пока этот телефончик будет отдыхать у меня, поговорим с вами. Ещё раз, давайте. Да, ну, я думаю, что если вам это нравится тема, то я ещё потом как-нибудь повторю. Смотрите, на сколько времени вам хватает дневного, ночного крема? Вот здесь, пожалуйста, прошу сохранить. На один, два месяца, на три, четыре, то есть А, Б, В. Напишите, пожалуйста, я вот здесь вот поясню. Очень люблю задавать этот вопрос. Вот это вот, напишите, вот А, Б или В. Вот не буду, принципиально не буду сейчас что-то говорить, пока вы не ответите. Да, потому что это вот. Угу, В, Угу, Б, А, Угу. Давайте ещё отвечать. В, Б, Угу. Хорошо, молодцы, да, уже много ответила, да, благодарю вас за ответ. Какой же вообще ответ правильный? Вот у меня мама всегда отвечает, что у неё крем, вот такой, 50 мл. Ну, мы сейчас не будем того, что вот у меня есть и такой, и такой, и такой крем, поэтому мне хватает на пять более месяцев. Мы имеем в виду, что вот крем 50 мл, вы, на сколько вы его расходуете, да? То есть, вот 50 мл, у меня мама расходует на 1-2 месяца, вот на месяц у неё хватает вот этой баночки. А теперь правильный ответ. Смотрите, если вы расходуете 1-2 месяца, то вы делаете преждевременное старение. Почему? Вы наносите, вы делаете сауну своей кожи. То есть, вы наносите плодным слоем. Это то же самое, вот пришли вы в сауну и посидели там, ну, часик. Что произойдёт? Вам будет плохо, вам что-то всё. Начинает кожа себя вести по-другому. Вы делаете сауну эффект. Оптимально, если вы делаете более 5 месяцев, вам кремушка хватает. Ну, имеется в виду, что немного их, и поэтому долго хватает. А в принципе, просто объём 50 мл. Это означает, что вы не хотите за собой ухаживать. Вот и всё. А вам крема должно хватать на 3-4 месяца. Почему? А ещё где 5 месяцев, значит, ваша кожа лица заканчивается вот тут. А у девушек кожа лица заканчивается полностью вот так вот. Понимаете? Вот так вот, да? Поэтому 3 месяца – это вот прям, вот прям хорошо, но тоненьким-тоненьким слоем. Ещё раз помним, если будет чуть потолще слой, значит, это сауна для кожи. Если вы не ухаживаете, значит, пипец морщинам. Угу. Ну вот говорите, что ни в коем случае, вот если, вот свекровь говорит, что, объясните вот этот примерный эффект сауну. Во-вторых, просто ей подберите крем для сухой кожи. И в-третьих, если кожа сухая, дайте ей у нас есть масло. Масло для кожи, да? Масло. Кстати, масло – это масло и увлажняющий крем – это разные вещи. Ей нужно увлажнение. И периодически, даже если она, например, гидрофильным будет маслом делать, массаж эссенции, да, ну, подберите ей боли, потому что кожу, она впитывает, 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 как губка, поэтому ей кажется, что так. Тонким-тонким слоем. Мало того, что ещё, по идее, нужно как бы даже и промакивать. Но об этом мы сейчас не будем говорить. Ну, в общем, смотрите, правильный ответ, да, себе сами оцените. Вот сейчас вот я переверну. Вот. То есть вот так вот оцените себя, да, если сколько у вас зависит из того, сколько у вас баллов, на сколько вы себя оценили. Вот. А вот у нас следующий пункт идёт вот такой. К серии «Её не вижу в обзорах». Ага, давайте по поводу эко-бьюти проговорим, да. Мне эко-бьюти не подходит, потому что у меня жирная кожа. Это раз. Масло мне вот, ну, мне она не зашла. Это я её передарила маме. Эту серию она мне некомфортная, да. Вот. Чувствую вот что-то не то, да. Смотрите, давайте ещё раз. Вот все говорят сейчас только тренд. Я только, чтобы без всего огурчик сверху. Это вот самое лучшее, самое полезное. Так вот, говорят, что вот если вы хотите самое-самое натуральное, да, вот это типа эко-бьюти, да, вот самое натуральное, что можно вытащить из всяких цветочков, лютиков и так далее. Это вот самое то. Но если мы хотим реальный уход и реальный эффект, то это, конечно же, формулы такие, которые вот со стволовыми клетками, это вот которые вот примерно вот такое. Нам просто рассказывал, да, Олен Магон и всё. То есть если говорят, что я хочу вот прям натуральное-натуральное, вот огурчик вот только нанёс, и чтобы он внёс, да, и вот я только за эко. Вот тебе эко, пожалуйста, да, вот самое, что можно выжать из лютиков, вот которые можно, да, и вот не прибегая никаким формулам, не расщепляя их, не возьмёшь. Хорошо. Вот, например, даже вот пребиотик у нас появился. Я записывала вот видео про пребиотик. Вот здесь вот и... Короче, нет, тогда сейчас на полтора часа, ну, ещё одна час будет. Нет, не буду ничего рассказывать про пребиотики, про всё. Я... Нет, всё, не буду, иначе меня прям занесёт. Короче, вот почему я отношусь к эко побаловаться, и потом маме передарила, потому что вот там масло есть, вот она очень любит масло наносить. Вот как раз ей, у неё сухая кожа, всё как губка впитывает ей этого. Так вот, смотрите, макияж. Макияж после нанесения дневного крема. Вы приступаете к макияжу. Первое, сразу. Второе, подождав 15 минут, дальше, подождав 15 минут, промокнув салфеткой, и подождав 15 минут, обязательно припудривание или нанося тональный крем. Вот как вы, вот давайте вот АБВГД, примерно, как у вас идёт. Как вы делаете? Ждёте ли вы хотя бы... Давайте вот так. А, вы сразу наносите Б 15 минут. Вот как бы так. Давайте так. А, это вы сразу вот нанесли кремы, потом к макияжу. И Б, подождав. Вот, я вам расскажу сейчас самую мою ошибку, с которой я потом год лечила кожу, подождав 15 минут. Ой, не успела. Прочитаю, давайте ответы на вопросы чуть позже будет, а то иначе мы в дебри уйдём. Вот смотрите, как я заработала себе пигментацию. Вообще, это просто кошмарное что-то было, когда, вот, например, когда мы были в Австралии, и вот такие, как Сингапур, мы, вот знаете, вот Мария Байсенса, вот это три высотных здания и сверху бассейн. Так вот, да, ну там же времени не было, быстрее, быстрее всё, у нас там мы спали по 3-4 часа, потому что надо столько всего мероприятий. Поэтому я как знала, что там нанесла кремы, минут 15 подождав. А вот какие-то конференции, господи, там еле-еле ты открыл глаза, потому что надо уже было бежать, и всё, тональный крем, и всё. И дальше, знаете, я беру щёточку для макияжа, тоже крем, тональный крем, и чик-чик-чик, вот, контурирование мы делаем, вот у меня контурирование, вот по вот этим вот зонам контурирования, и я стирала защитный слой, представляете? И вот в этих местах я, если кто смотрит мои видео, я где-то полтора года вот эту пигментацию потом лечила. И это всего лишь неделька, когда я косячила, это в Сингапуре загорала или просто выходила в бассейн. Понимаете, вот вы только стираете защиту, между прочим, в Австралии, там нас сразу предупредили, что там озоновые дыры, и там СПФ от соточки идёт, там СПФ 150, там 250, там космический СПФ продаётся, да, то есть там немножко другое. Там вообще как бы мир вот так перевёл, там озоновые дыры, там по-другому. Поэтому вот такой вот, помните, пример, особенно вот если у вас появляется вот здесь пигментация, и кто вот, например, вот у меня щёточками, то есть я сделала тональный крем, и тут чик-чик-чик-чик растушевала, и вот здесь вот у меня пигментация. А я, ну, да ладно, год, наверное, год я её лечила, и у меня есть видео, какое у меня было ужасное лицо, и как я привела его в порядок. Это у нас есть серия против пигментации, она реально работает, у нас две более бюджетный вариант и более такой люксовый есть вариант. Если у кого-то действительно проблема на пигментации, напишите мне, я вам дам, скину видео, два варианта, где я рассказываю, как я пролечила свою кожу. А вообще, у кого есть пигментация, потому что сейчас у меня в принципе нет, и я кайфую, и я вообще наслаждаюсь, что, ну, зато у меня сейчас немножко другое, у меня прыщи, которые я тоже убила неправильно. Вот чуть-чуть, не надо, вот чуть-чуть, вот вы всё-всё правильно-правильно-правильно, вот чуть-чуть иногда охлобысь, и потом привет. Поэтому пигментация, особенно девочки чуть-чуть постарше, помните, это обязательно. Лето, как можно, всё время солнцезащитные очки, я всегда летом частично хожу сейчас в кепке, чтобы меньше, чтобы закрыть, да, вот это вот, это очень-очень важно. А беременность и пигментация, там немножечко другое есть, вот такой вот моментик, там гормональное. Вот, да, бюджетно есть у нас оптимус. Так вот, смотрите, мои дорогие, давайте вот отметим на вот этот вот вопросик. Так, 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 так. Тим, да? И зависает. Вот, после дневного крема вы приступайте к макияжу. Давайте вот первое, второе, да? И почему, почему нужно потом пользоваться обязательно тональным кремом? Вот кто-то говорит, что тональный крем, это просто забивает поры и так далее, и тому подобное. Но на самом деле, ну, здесь сами себя оцените, тональный крем может быть вреден только в одном единственном случае. Если у вас нарушена процедура очищения, и вы его просто слой за слоем наслаиваете, не очищаете. В любых других случаях тональный крем, это как одежда. Вот вы выходите, например, зимой на улицу, представляете, если вы не будете одевать перчатки, что будет с вашей кожей? Ну, она очень быстро начинается сухой, все больно, да, дискомфорт. Хорошо, представляете, вы белье постирали и вот просто вывесили, да? Оно что? Оно затвердело, оно, если там влага, вы знаете, что есть, да? Вот, так же, как и вот, понимаете, это одежда, одежда. Это дополнительная защита от солнца, это дополнительная защита от мороза. То есть вы одеваетесь, и ваша кожа там в своем мерке нормально живет. Это если только хорошая тональная основа, да? Вот, ухаживающая тональная основа. Лучше не экономить на тональных основах. Ну, я имею в виду такие, как балет, там, замазка какая-то, все. То есть вот, ну, как бы, а именно тональная основа, она ухаживает. И вот, если взять мое лицо и по поводу, там, ой, морщины и так далее, да? То есть мне сейчас вот чуть-чуть и 40 лет, да, как моя кожа выглядит, вот я, наверное, с 17 лет ежедневно пользуюсь тональной основой, и все. И когда косметологи, да, ходила к массажистам, все, а не видно, сколько защищена, сохранена кожа, именно толщина, все, замечательно. А то, что там прыщи, это вот, ну, как бы, это у меня свое гуляет, и там, такой момент, да? Ну, как бы, это нет, просто защита кожи, насколько она сохранилась. Понятно? Поэтому тональный крем, это все-таки хорошо. Так, следующий вопрос, вопрос. Вот, вот, давайте опять вот такой вот момент. Да, хотя бы давайте А и Б ответим. Вы после нанесения ночного крема вы ложитесь спать сразу или подождав 10-20 минут, либо подождав 45 минут. Давайте вот так вот, без салфеточки. Без салфеточки. Давайте вот А, Б или В. Ответьте, пожалуйста. Вы ложитесь спать сразу, подождав 10-20 минут или подождав 45 минут. Давайте немножечко это, вот, поиграем с вами. А потом я расскажу, что есть как. Так, это очень важно, это очень важно, чтобы вы осознали этот момент. И в следующий раз, когда вы будете наносить кремик, ну, в основном, да, вот, вот, очень часто 10-20 минут. Сейчас я вам объясняю такой момент. Вот кто отметил А и кто отметил Б. Ваш крем, вот, смотрите, я эссенцию нанесла, эссенцию нанесла, сколько уже эфир у нас идет, второй час пошел у нас. И у меня эссенция липкая. Представляете, то есть не до конца ваш крем впитался. Вспомните тот момент, когда вы вот так вот на свет берете и вот так вот, оп, и хлопаете подушку. Что происходит? Пыль, грязь, микробы. А что у вас творится в подушке? О-о-о-о! Представляете, что у вас творится в подушке? Поэтому, если вы намазали ваш чудесный волшебный крем за люксовые, за энную сумму денег, а потом впечатались в подушку, то все ваши бациллы, микробы, они просто присосались к вам. Я вам сейчас по логике, вот логически рассуждаю, чем более липкий крем, чем больше он не впитался, тем более вы себе присосали вот этой грязи. Вот теперь вот А и Б это самое распространенное, поэтому как можно дольше. 45 минут это оптимально, да, а если вы еще немножечко и промокнули, чтобы убрали, знаете, как я говорю, этот сауну, лишнее оно вам не нужно. Вы его убрали, вы ложитесь, да, даже вот салфеточка, вот у меня салфеточка, вот она, матирующая салфетка. Все, вы лишнее убрали, вы липкость убрали, то есть вот это все, вы ложитесь, уже меньше бактерий к вам присобачится к вашему лицу. Вот, понимаете, вот принцип преждевременного старения. Грязь, бактерии, а если вы утром еще проснулись, да, и так легенькая, прохладненькая водичка, у вас же зачем, у вас же лицо чистое, вы же макияж не смывали, вам же нужно кожу сохранить. И потом кремушком сверху на вот это вот, на вот это вот грязь, на вот эти микробы, на вот это вот пыль из подушки, вы же еще морда еще вот так, да, там, и все это сверху запечатываете. И красавишно, а потом, это что, это вот у меня не то. Ну вот как бы, я сейчас говорю просто такие примерчики. Так, у нас пошло, вот девятое, да, девятое, ой, девятый пунктик. Как часто используете маски? Крайне редко, один раз в неделю, два раза в неделю. Вот давайте, А, Б, В. А, Б, В. Здесь, понимаете, как, если вообще про масочки говорить, то здесь нужна очень четкая система. У нас есть даже такая фишка, как маска-марафон. Вот, понятие, если вы загуглите маска-марафон, то первые хэштеги, которые маска-марафон, это я описала. Я изучала долго эту тему, и вот азиатский уход, 365 дней, вот они в году, они используют масочки. У них есть только как увлажняющая, есть такая, есть такая. Они просто комбинируют, то есть после этапов очищения они бацнули себе маску, это нормально у них считается. Ну, это же для их азиатской кожи, для нас можно не так. И вот я для своих девочек проводила маска-марафон. Семь дней вы просто-напросто, какую хотите, в какой последовательности комбинируете ваши маски. Вот любые ваши маски, что у вас есть, да, вы недельку себе делаете маска-марафон. И вы офигеете, что ваша кожа минус 5 лет вашего возраста, всего лишь неделю меняя маски. То есть комбинируя очищающая, увлажняющая, питательная и так далее. Потом вы делаете так, один-два раза в неделю. Но если вы сделаете вот такое чудо, это будет просто, это будет просто бомба. У нас есть специальное даже приложение, которое можно сначала сфотографироваться до и потом через недельку после, да. И оно и проанализировать самим, насколько вот у меня, у мамы сразу там чуть ли не 10 лет сразу возраст кожи улучшился. Когда мы недельку с масочками поиграем. Маски масками тоже рознь, об этом тоже можно говорить. Вот если взять, например, даже тканевую маску. Вот по поводу тканевых масок, вот по чесноку, да, вот когда вот мы были в Токио, нам женщина объяснила. То есть вот бюджетненькие масочки, а это в принципе тоже недорогая масочка. 200 рублей для маски это вообще, это, ну как бы это вообще, это считается бюджетной. Хорошие тканевые маски, если мы берем Японию, там они стоят и 2000 рублей, и даже есть 100 долларов масочки. Вот это чудеса. Поэтому она говорила, говорит, я вам могу сказать, какие там дешевенькие маски? Ну, говорит, это как бы ни о чем, да, там, ну мы купили там много всего. И говорит, возьмите себе на пробу хорошую дорогую масочку. И вот мы взяли каждой себе траншею дешевеньких масочек, ну в районе там 100 рублей, да, вот. Но я себе с Японии очень много тканевых масок привезла, у нас еще в компании тогда они не были, вот только появились. И потом, и взяла одну очень дорогую, я не помню сколько на ЮАНе переводилось, но она там чуть ли не в 10 раз дороже, чем такую. И вы знаете, я посмотрела, получила эффект, потому что маска это что там, также что, какая внутренность, это очень сильно влияет, но даже не это. Вот одну и ту же маску вы можете как минимум сделать 5 способов применения, и вы получите совершенно разный эффект от одной и той же маски. Первый вариант, вы просто ее забацаете, себе нанесете, ну забацаете, ну взяли и нанесли, это типа я красавица. Второй вариант, вы сделаете глубокое очищение, потом тонизирование, потом вы нанесете эссенцию, вот, а если вот после эссенции, да потом вы тканевую масочку, а если вы еще, например, дополнительно положите бустер и запечатаете тканевой масочкой, эффект вот просто таблица умножения, понимаете, вот просто таблица умножения. Еще первый эффект, когда вы положили в холодильник тканевую масочку и холодненькую нанесли у вас противоотечной, и второе, вы немножечко ее подогрели тканевую масочку, просто даже горячую воду вот просто пустили, и вот горячую воду, да, и она у вас горяченькая, ее нанесли. А еще вы можете просто лечь в ванну и нанесли тканевую масочку, нанесли горячую водичку, просто на нее не распаковывая, потом лежите в ванной и нанесете все, эффект совершенно другой. Я вот сейчас вам открыла какой-то вот момент по поводу у нас сегодня эффективность косметических средств. Кто такое знал об этом? Что-нибудь полезное взяли? Так, по поводу противоречивой маски, а кстати, из Сокобьюти, вот самая моя любимая маска, это с глиной, с красной глиной. Это просто космос, если у меня есть отдельный на нее обзор. Так вот, этот космос, любая, если вот пользовались маской с глиной, вот вы можете маской с глиной сделать себе преждевременное старение, убить вашу кожу, потому что маска с глиной имеет два эффекта. Во-первых, она вам максимально глубоко очищает и дает свое питание. И второе, если только, ой, спасибо, спасибо, сейчас вот пройдет, зависает. Так, сейчас немножко отвиснет. Если только ваша маска с глиной высохла, высохла прям вот корочка, то все. Ваша маска с глиной начинает вытягивать из вашей кожи влагу. Представляете? Влагу. То есть вы иссушиваете вашу кожу, и та влага, которую вы хотели запечатать, маска с глиной ее заберет. Поэтому, вот что, если написано маска 10 минут, то все, 10 минут я маску с глиной завожу в будильник. Будильник сразу беру, все, я сразу бегу, ее смываю тут же. Но если я чувствую, что кожа пересушена, и даже 10 минут я беру, смываю, потому что полезность она взяла. Либо вы идете, чуть-чуть немножко смочили ее. Вот, эффективность. Вот еще одна эффективность. Понятно? Поэтому масок есть очень много. Они разнонаправлены. Можно составить... Вот вам домашнее задание. Вот сядьте, выложите все ваши маски, все ваши уходовые средства, и составьте себе бьюти-календарь. Сами себе. Вот как вы считаете, вот после всего, что вы услышали, составьте бьюти-календарь. И у вас будет расписание. В понедельник вы делаете это, во вторник, это, в среду, это. Например, у меня по четвергам идет, если я не забываю заглянуть в свой бьюти-календарь, это я наношу оливковое масло для волос. Либо у меня есть кокосовое. Кокосовое, которое вот прям твердое, которое вы растираете, я наношу по четвергам. Да, два раза в месяц я наношу. Да, то есть у меня есть конкретно. То есть у меня в бьюти-календаре это все записано. Вот. Вот такой вот момент. Ой, а сколько бустеры, да, сколько всего... Я вам, я говорю, вам могу бесконечность, поэтому говорю, что если мне говорят, ой, я попробовала, кремушек не работает, это вот у вас просто ручки неправильно этот кремушек используют. А косметик, она настолько крутая, она просто охренетительная. Она так работает круто, что вы даже себе не представляете. Просто нужно правильно ее применять. Когда лучше носить маску? Утром, вечером? А тут такого нету. Тут разные есть маски. Есть маски, которые вот наносятся только ночью. Боже мой, кто вот знает эту маску? Вот это просто волшебство. Наносите ее на... А, кстати, вот знаете, вот есть такая маска. У меня маска вот эта скатывается. Вот есть такое, что маска скатывается вот эта вот? Сейчас многие отметят, да. Сейчас немножко развеснет экран. Вот многие сказываются, что вот особенно вот здесь, вот здесь маска скатывается. Вот кто ответит, да или нет? Вот маска скатывается у вас, вот именно вот эта вот, или какой-то крем скатывается? Если да, я скажу, во-первых, какого хрена вы трогаете маску? Какого хрена вы катаете вот так? Вам же хочется, да, покатать? Ну, есть такое, да. Ну, чего вы с вами руками-то, чего вы лезете своими руками трете, да? Вот зачем вы это делаете? Это раз. Во-вторых, эта маска содержит... Если у кого-то скатывается, то это круто. Почему? Потому что ваша маска отслаивает... Если у кого-то такое есть, она отслаивает верхние клеточки. И она как скатка действует. Она их, вот этот клей, который между клеточками, это действует, и ячейки слота, между прочим. Она этот клей немножко вытягивает, и потом просто вы его убираете. То есть она еще действует как маска-скатка. Поэтому это круто, да, если у кого-то где-то. Также если у вас скатывается крем. Бывает такое, что скатывается крем. Это означает, что вы просто плохо очистили лицо. И если вы хорошо пропилингуете, а если вы еще хорошо... Иногда даже умыли лицо, но все равно как-то скатывается какой-то крем, то возьмите, обязательно пройдите с пилингом, с эндимным пилингом, где как раз-таки вот эндим, эндимный пилинг, H-A-B-A-A-кислота, она расщепляет клей, который держит клетки. Она просто растворяет его, и ваши клеточки убираются, и вот как бы и проще вот это уйдет, и тогда у вас будет чистая, ухоженная кожа. Ну вот как бы вот такой вот момент. Поэтому масок множество есть. Вот про дневной крем, и тогда, вот неважно, какое это означает, что плохо очищенное лицо, какой-то момент, что недоочистили. Еще раз попробуйте. Недоочистили еще раз, еще раз. Либо отставьте на какое-то время, либо у вас что-то происходит гормональное. Даже потому что, если мы берем серии, вообще в идеале, да, у нас даже в зависимости от цикла, цикла биологического месячного, да, вот менструация цикл, мы даже в разные дни должны делать разные маски. Есть даже календарь у меня, если интересно, потом расскажу эту тему. То есть в зависимости от даже цикла женского, мы используем разные маски и разные серии по уходу за лицом. Где-то нам увлажнение, где-то идет скрабирование, больше уход, а где-то питание, даже от цикла. Но это, если вот глубоко углубляться в это, да, я как-нибудь составлю свой бьюти календарь, если у меня дойдет это время, вот, чтобы выложу всю информацию. Еще раз, если скатываются все крема, значит, она не умеет, она неправильно очищает лицо. Что есть? Если ваши знакомые используют хотя бы вот этот аппарат, не вот так вот будет его, а дотронется и будет полировка мягкая, она вот это вот сделает, уберет этот слой, там просто будет нечему скатываться, он просто впитается, все будет хорошо на вашей босине, все будет чудесненько, понимаете, чудесненько все будет, да. Вот, просто вот еще раз, скатываются крема только от того, что не очищено лицо. То есть вот этот вот верхний слой, вот этот вот, крем его смягчает, смягчает, и все, он отслаивается. Вот эта ваша кожа грязная, она отслаивается. И радуйтесь, что ваш крем отслаивает вашу кожу. Просто эта кукожная кожа у вас осталась. Отслаивает? Хорошо. Намажьте еще, еще отслоила, еще хорошо убрали. Понимаете? Радуйтесь, что это отслоилось у вас. Понятно? Потому что как только отслоится, потом дальше не будет отслаиваться. Радуйтесь. Хорошо? Вот. Так, и пойдем к еще одному пункту. Пункту, ой, у нас уже час двадцать. Это мой самый любимый пункт, который я всегда знала и на котором я попалась недавно. Так. Вы пользуетесь по уходу за лицом четырехэтапной системой одной косметической компании. Второй вариант. Б. Очищение и тонизирование одной косметической компании, дневной и ночной другой. И. Г. Средства по уходу за лицом разных косметических компаний. Виснет у многих, к сожалению, потому что вот так. Баллы за маски я сейчас верну. Вот этот вот посмотрите еще раз. Так, так. Вот вернусь вот с этим, кто попросил меня по поводу маски. Вот. Маска, да, идет. И по поводу вот этого всего. Вот посмотрите себе. Запишите буквку А, Б, В. А у вас, может быть, и в принципе, в принципе, понимаете, у вас много, может быть, и много разных косметических компаний, но это нормально, да, абсолютно, чтобы там и это попробовали, и это попробовали. Важно на то, когда вот в течение дня, не в соте вы или нет. Кто меня знал, как бы, вот если даже взять вот эти вот баночки, да, вот я вам приготовила, да. Вот это все только Арифлейм. Да, это маленькая часть того, что я вам достала, очень маленькая часть того, что у меня еще есть. Иначе бы эфир был еще больше. Вот. А как бьюти-блогеру мне постоянно говорили, ой, Ирина, ты вообще со своим Арифлеймом, типа, вот все, вот ты просто не знаешь, вот есть там люкс-бренды и такие вот такие и так далее. А у меня, понимаете, у меня как-то лидера Арифлейм доход позволяет мне покупать вот самый крутой люкс. Вот, поверьте, да, у меня было искушение, и вот перед Новым годом мне пришло оповещение с Лук Фантастик, это самые лучшие продукты декоративной косметики, ход за лицом и так далее, по версии сайта за 2019 год. Вот, и у меня до тряски, сам набор, вот у меня там есть от Лук Фантастик, вот там коробочка, там 25 продуктов, ящичек, каждый день вы открываете новый ящичек, и там какой-то продукт, это тонер, это крем, это и так далее. Причем это там на 40 тысяч косметики, а вам это где-то около 8 тысяч, то есть, ну вот примерно там все супер, и я попробовала. Сначала было все великолепно. Понимаете, сами по себе этот крем супер, компания все, и это другая компания, где супер тонер и работает, и он реально крутой, сильнодействующий, там многофункциональный, что-то может быть даже гормональное, я не знаю. А еще продукты, еще, но когда я начала тонер, очищалка, крем, разных косметических компаний, произошло то, что через 2 недели я нарушила свой водно-липидный баланс. Смотрите, как принцип такой. Химия в школе. Что произойдет, если смешать 2 случайных компонента? Проводилось ли тестирование, что тонер фирмы А, для меня интересно было, что такое тонер, например, и крем за 16 тысяч рублей сильнодействующий, они подходят по составу друг к другу? Нет. Тестирование не производилось. Если в рамках компании Арифлэ вы можете смело совмещать что-то, взаимно, какие-то там крема А и вот этот какой-нибудь крем, ну как бы так, потому что в рамках компании проходится научно-исследовательская, какие-то разработки, научно-исследовательский институт, где проходятся 3 вида тестирования. Первое, это клиническое, чтобы крем работал, второе, дерматологическое тестирование, чтобы не было взрыва на коже, и третье, это потребительские тесты. То вот это не проводится. Я это знала. Это я знала, это как отче наш, и об этом говорила как минимум лет 10. Но мне это было классно, интересно, и я постепенно это вводила. То есть раз попробовала нормальный крем, следующее средство, да классное, ничего, аллергии нету. И постепенно, постепенно, и потом вот, если видели мою кожу, это полностью сплошняком вся вот такая вот угревая сыпь. Мне даже ходила к дерматологу, мне сказали, что у меня подкожный клещ, даже вот все пошло, и я уже четвертый месяц лечу кожей. Дерматолог сказал, что после вот такого разрушения, особенно если это сильно действующие крема, особенно у меня очень сложная кожа, еще желудок, и все вот это вот настолько у меня... Так-то, господи, я вот чуть-чуть съела не то, все, я сразу прыщами не делю. А тут все это еще больше спровоцировало. То есть мне это вообще нельзя было делать, а я спровоцировала так, что просто хана кожа. Это как минимум, это столько, это врачи, это препараты, это все. То есть вот, в общем, вот так. Поэтому знайте момент, что если даже вы совмещаете, то очищение и тоник в рамках одной косметической компании, а дневной, ночной в рамках другой косметической компании. Вот примерно так, вот что-то где-то как-то, но помните вот этот вот момент, химия в школе. И если у вас, если вы чувствуете, что у вас аллергия, прежде всего задайте себе вопрос. Аллергичный вы человек, вы аллергик, если вы не аллергик, значит вы совмещением разных где-то что-то компаний, где-то нарушили так, что вы нарушили водно-липидный барьер кожи. И вашу кожу нужно восстановить. Это не постоянно она у вас будет аллергична. Просто нужно в рамках, даже если у вас минимальный бюджет, возьмите в рамках серии Optimal, да господи, собрать там ее по 180 рублей, скажите, в районе 200 рублей каждое средство стоит. Это вообще, ну как бы можно собрать, но только в рамках одной. Если вы переходите на другую косметическую компанию, эту либо просто чередуйте. То есть, например, две недели вы пользуетесь одной серией, две недели пользуетесь другой. И по очереди чередуйте. Или неделю одну серию, неделю другую. И вот так чередуйте. В зависимости от цикла, например, у кого проблемная кожа. То есть, вы знаете по-любому, что перед критическими днями вам будет высыпать. Поэтому вы все баночки свои убираете, вы достаете серию для прыщей, где она у меня для прыщей, да. И значит, вот этой вот серией я пользуюсь, дабы подготовить свою кожу щадяющую. Я знаю, что вот в этот гормональный момент она у меня вылетает, выбрасывается. А дальше мне нужно после вот этой кожи, вот этой, она уже пересушивает кожу. Значит, мне нужно после этого ее восстановить. Значит, я обратно возвращаюсь к своему экологену, да. А потом я понимаю, что в принципе питания мне достаточно. И я могу, например, облегчить уходик. И я возьму, например, следующую недельку я буду серией Optimus, например. Но можно чередовать так, чтобы вот в рамках одной, то есть, ну вот так вот, да, и эффект будет другой. Причем по бюджету я вам хочу будет это то же самое. То есть и покупать серию нужно с периодичностью где-то раз в два, в три месяца. Объясняю причину, тогда у вас, вот, например, одна крем, да, вот как открываете, 12 месяцев. То есть, как, помните, мы с вами говорили, что этого крема в среднем хватает на 3-4 месяца. Значит, у вас в течение года будет расход. Сколько кремов? 12 на 3. Сколько? 4. Значит, в течение года вы можете пользоваться четырьмя сериями, которые вы будете прокручивать циклично. Понимаете меня, о чем я говорю? То есть, этот крем недельку, он у вас открытая-вскрытая крещена 12 месяцев и так далее. Вы понимаете цикл, да? Главное, чтобы не покупать больше. И поэтому, когда, если вы в интервале через два месяца покупаете какую-то серию, то у вас все серии потихонечку будут равномерно заканчиваться, а эффект будет максимальный. Понимаете, о чем я? Так, крема одной, маски другой, да. Ну, здесь думайте, смотрите сами, как будет воздействовать ваша кожа. Я думаю, что ничего страшного не будет. В организме аллерген, да, у меня, я пила зертек, мне легче становилось, да. Я что только не делала, поверьте, и пребиотики пила, и зертек пила, и какие-то противоаллергенные пила, что только нет. И к дерматологу сходила, мне конкретно сказал дерматолог, что где как, я полностью перешла на нашу серию Pure Skin, вот эту вот купила нашу полностью, плюс базирон АЦ, тот точечно, и наконец-таки кожа. Вот когда, я думала, что у меня аллергия, либо что-то такое, там пребиотики и так далее, потому что у меня были еще лечебные лекарства, были, поэтому как бы тоже вот это спровоцировала. Но когда я полностью взяла вот эту серию плюс базирон АЦ, точечно, у меня начала проходить. Вот. Так, как отвечать такое возражение, когда говорят, как, помнишь, так... Так, возражение, когда говорят, как может быть навыечь профессиональный, если он открыт, как и отличается от профи, типа терять свои качества, полезные с каждым открытием крема-крышечки. Профессиональный. Вопрос. Что такое в их случае профессиональный крем? Второй момент. Есть косметика, в которой срок годности ее один день, срок годности неделя, срок годности месяц. Это количество... Понимаете, это вот как у вас есть крем... Хорошо, огурец. Огурец, он профессиональный или непрофессиональный? Вот если вы обычно огурец едите, вот он, если оставите, да, его вот в холодильнике, он у вас чуть-чуть подольше будет. А если вы оставите его так просто умирать где-нибудь, а еще на солнышке, он быстрее испортится. А если вы его замаринуете, он еще больше останется. Так вот, это крем один и тот... Ой, огурец один и тот же. Но какой концентрат, какой вы солькой его засолили, да, либо туда уксуса добавили. Понимаете, о чем? Поэтому нет такого профессионального средства, как оно может быть. Просто здесь добавлен концентрат, либо соль, либо уксус и так далее, который позволяет этому крему, этому огурцу храниться дольше. Все. Вот все, понимаете? Вот такой вот момент, чтобы вы понимали. И вот из-за этого, вот из-за этого говорят, да, потому что, опять же таки, какая там фольга, какой-то, вот знаете, вот когда вот эти дилетанты задают тупые вопросы, то есть вы хотите сказать, что вы умнее ученых, которые получают, а, первое, медицинское образование, потом десятилетиями работают над этим, то есть вы сказали, вот какой-то вот там фольга, я услышала, то есть поймите себе, да, вы хотите сказать, что вы умнее? Нет. Есть ученые, которые работают над этим десятилетиями, они, разница у вас гораздо умнее, поэтому доверьтесь профессионалам. Еще один момент, давайте еще хорошо такое, давайте чисто логически. У нас есть два крема, фирма А и фирма Б. Фирма А это новая, суперновая компания, просто супер, там все новое, все круто. А это компания, которой уже 50 лет, где формулы создаются 10 лет, где есть свой научно-исследовательский институт, где, чтобы запустить формулу, она 7 лет только проходит тестирование, и все, а это суперновая компания, которая просто отличная, и все. Вы даже не слышали такое, это супер-супер-суперновая. Вопрос. Подумайте сами, как суперновая компания, еще ничего не понимая, и выпустила суперкрем? Она может суперкрем выпустить только в том случае, если она возьмет вот эту компанию, говорит, слышишь, короче, мне нужно супер сделать бабло, продай мне формулу этого крема, я ее переупакую, эту формулу, и у меня будет крем в супердорогой упаковке, вот. Продай мне эту формулу, я понимаю, что выпахали много, но ничего страшного, как бы мои лохи, короче, на это поведутся, потому что у меня супердорогая упаковка. И эта компания продает эту формулу, потому что они, это научно-исследовательский институт, который работает годами, он продает, и суперкрем у вас новая суперкомпания! Ура! И, ну, как бы, давайте просто логически подумайте сами, я не буду ничего говорить про фольгу, какая и так далее. Вот сами теперь подумайте, когда вы видите какую-то суперрекламу. Я знаю, сто процентов, я вам гарантирую, что очень много даже, есть даже серия косметика Dior, когда наша бывшая серия, компания Reflame, продала компанию Dior, и сейчас эта серия, сейчас, может быть, другая перевыпустилась, потому что наша компания специализируется над выпуском серий, и идет постоянно обновление. И если вы видите обновление серии Collagen, даже какой-то, даже серия Novage, эта серия продается, формула продается, добавляется, и у нас появляется новая серия обновленная, а более старая версия, она у нас была с, как же она называется, с кислородной и так далее. Все эти формулы мы продаем. Через 5 лет, через 10 мы их продаем. А на вырученные деньги компания может разрабатывать новые формулы. Ну, то есть, вот как бы такое вот. До свидания, до свидания, суперкрем, отписка, я никого не заставляю. Вот, в общем, просто думайте сами, логически рассуждайте. Вот, а на этом наше тестирование закончилось. Ваша задача соединить все 10 пунктов, сколько вы делали каждый, вот, каждый раз вы отмечали, да, какой-то пункт. Раз, два, три, четыре, пять, да. Вот, сколько у вас поэты? У вас, повторите, 5 пунктов. Хорошо, давайте я быстренько просмотрю, мы пролистаем, вы быстренько себе отметите. Так, это тест. Хо-хо-р-хо-хо-хо, с пункта 1. Так, давайте я просто. Первое было, как часто происходит очищение кожи. Дальше. Тоник. Как пользуетесь тоником? Напишите себе, пробегитесь. Дальше. Скраб. Напоминаю вам, дальше у нас идет. Пользуетесь ли вы кремом для век? Как часто вы пользуетесь кремом? Пятый пункт. Этот тест у меня был создан примерно лет 10 назад. И всех новичков, раньше я прогоняла через этот тест. После этого они просто обалдевали, когда начинали правильно ухаживать за лицом, насколько эффективно та же самая серия у них работала. Восьмой. Девятый. Так, вот у нас тут масочки. И десятый. У меня тут уже дочка подказывает. Вот. Это было так. Да, у меня тут уже дочка. Она говорит, мама, я соскучилась. Да. Вот скажите, насколько вы оценили свой уход, насколько была полезна эта информация. Пожалуйста, вот сложите все суммарно. То есть суммарно вы посчитали, там, например, у вас 80 баллов. Значит, 80% ухода. То есть получается, если крем стоит, или ценность его на 100%, то ваш конкретно этот крем работает на 80%. И так далее. Это среднее, понимаете, усредненный уход. То есть если вы просуммировали, и у вас получилось 60 баллов оценка, то значит ваш крем работает на 60%. И так далее, да. Если вы любое средство возьмете, какое у вас есть, вот сколько у вас средний балл? 84. Значит, этот крем работает на 84%. 100% вы преувеличили. На самом деле вы преувеличили очень далеко. Знаете, вот как бы снести себя хотя бы даже, даже я себе не скажу, что я 100%, потому что где-то как-то бывают дни, когда что-то когда-то происходит. Вот. Поэтому никогда себя не оценивайте 100%. Вот. Я знаю, как увеличить, усилить, но вот я всегда вот 100% это идеал-идеально. Вот. Так что вы такие, ребята. И знаете, я вас очень прошу, вот мне очень важен момент. У меня вот этот вот пост есть. Напишите, что конкретно нового вы узнали. Потому что если я буду выходить в эфир прямой, да, и что вы хотите узнать, например, больше, да. Может быть, даже насколько, вот очень даже прошу, вот процент, вот ваш процент ухода, да, насколько эффективен ваш уход, 50%, 60%. Вот я благодарна, что вы так пишите, потому что если взять мою маму, да, то есть у нее, например, идет где-то 30-40%. И сколько бы я и не говорила, не рассказывала, ну вот как бы так, 42% это нормально, абсолютно, не стесняйтесь. Главное, что в следующий раз, когда вы увидите свои все баночки, вы будете использовать по-другому. Это абсолютно нормально, 77%. Еще раз, 77% это вот ваша маска или ваш крем. Все будет работать на 77%. Потому что кожа, это, я говорю, это целиком. Когда вы будете что-то менять шаг за шагом, вы будете увеличивать. Вот. И еще раз, ребята, я знаю, что меня много смотрят коллег, не те, кто в компании Reflame такое. Если вы еще думаете, принимаете решение, напишите мне, и я вам подберу тот уход, который будет эффективен только вам. Потому что мы все очень индивидуальны. Если кто-то зарегистрирован в компании Reflame, обратитесь к вашим вышестоящим лидерам, особенно те, кто давно в компании Reflame. Если вы находитесь в моей команде, не постесняйтесь, напишите, скажите, Ирина, какие лучше средства мне подобрать, с чем скомбинировать. У меня вот такая сумма бюджета. Как мне нужно, при чем? Напишите мне, и мы с вами подробно разберем. Потому что уход за лицом, это все. Лучше проконсультироваться. Хорошо? Все. Благодарю вас. Опять же таки, ваше спасибо. Это ваши комментарии под постом. Если такая тема интересна, то я периодически буду выходить, рассказывать. Тем более, у нас, знаете, вот когда мы говорим, нас не слушают. А когда это другой человек говорит, то же самое. Если вы там привлечете своего консультанта, который бьетесь, бьетесь, а он не слышит. Вы можете пригласить на мой эфир, и тогда он услышит по-другому. И он поймет, что такое уход за лицом, насколько он важен, и будет применять его. И тогда его знакомы скажут, что же произошло с твоей кожей, ты какая-то другая. Ну, просто те же самые баночки, они у тебя были, но только ты будешь использовать их по-другому. Все. Я благодарю вас. Вам желаю всего самого-самого лучшего. И до скорых встреч. Пока-пока.